Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы смотрим обзор за неделю о творчестве казахстанского певца, композитора Димаша Кудайбергена. Певец сейчас находится в далеком Лос-Анджелесе, но всегда помнит о своих коллегах. Вот как артист поздравил автора своих песен Джордана Реклян с днём рождения на русском языке. С днём рождения, Жора! Живи долго и счастливо! Да, именно вот так по-тёплому называют Джордан и её близкие друзья. И вот какой последовал ответ от именинницы. Сэнкью, броу! Конечно, первыми поздравил Джордан, её муж и сын. Вот какие проникновенные слова написал Ерлан Бичурин на странице в социальной сети. Я благодарен судьбе за то, что она свела нас с тобой. И мы смогли создать замечательную семью. Ты принесла мне гораздо больше радости и удачи, чем я мог пожелать. Оставайся такой же милой, нежной, заботливой, весёлой. Постоянного драйва и движения вверх. С днём рождения, любимая жена! Друзья, как же приятно читать такие слова о самого молчаливого саунд-продюсера в мире. Давайте присоединимся к поздравлениям и посмотрим счастливые моменты праздника. Димаш Кудайбергена Димаш Кудайбергена Димаш Кудайберген опубликовал фото с новыми знакомыми и рассказал «Приятно работать с талантливыми людьми. Привет из студии!» Поклонники творчества артиста рады были увидеть его бодрым и весёлым. Судя по агиллокации, фото опубликовано в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. За спиной специалистов виднеются мониторы и большой экран. Да, вся жизнь артиста и будущего великого режиссёра проходит в большей части в студиях, где он пишет музыку и создаёт видеоклипы. Недавно Димаш снял клип с сестрой и братом, снимался в рекламе автомобиля в Казахстане, а теперь он уже в студии за океаном. Неизвестно, сколько времени он пробудет в США и успеет ли на следующий второй конкурс в Арабских Эмиратах. Напомним, что Димаш Кудайберген указан в составе жюри конкурса моды среди кутюрье The Fashion Factor. Мероприятие пройдёт в Дубае с 23 по 25 февраля. Надеемся, что Димаш будет присутствовать на этом мероприятии. А пока пожелаем артисту творческих успехов, а нам новых интересных сообщений от артиста. Димаш Кудайберген со страницей в социальной сети рассказал о дате публикации нового сингла. Здравствуйте, мои дорогие! Мой новый сингл «Тугеза» выйдет 22 марта, и я очень рад, что вы его услышите. Переходите по ссылке, чтобы предварительно сохранить «Добавить Тугеза» на ваших любимых музыкальных платформах. Друзья, посмотрите, какая красивая обложка! Как-то композитор Игр Кудайберген назвал Димаша космическим парнем. Это выражение давно закрепилось за артистом, у его дорогих, за его космический высокий талант. Его Димаш уже не один такой космический. Друзья, пока мы ждем выхода 22 марта, давайте посмотрим, как Димаш Кудайберген и его сестра Раушан и брат Мансур снимались в клипе на эту песню. Очень символичное название, в переводе означает «вместе». Музыка написана казахстанским композитором Мансуром Кудайбергеном. В коротком анонсе члены творческой группы с юмором на двух языках рассказали о своей работе, что музыкальное видео будет в скором времени опубликовано на двух платформах, одна из них – YouTube-канал. Привет, всем. Привет, всем. Настя, снова видеться. Это Димаш, Раушан и Мансур. Настя, снова видеться. Настя, снова видеться. Сегодня мы снимаем новое видео для первого Мансуром Кудайбергеном. Мы называем это «Тogether». Мы очень рады. И надеюсь, что вам понравится. Это обычная работа. Нашая обычная работа. Конечно, многие зрители заметили, как юный маэстро волнуется перед камерой. Даже если оператор – его любимая мама Светлана Айдбаева. Светлана Айдбаева. Она также любезно показала и второй эпизод – студию с известными вам веселыми артистами в необычных космических костюмах. Позади непременный атрибут многих комбинированных съемок – зеленый экран, хромакей. Итак, ждем публикации сингла, а пока пожелаем артисту новых творческих побед. Димаш Кудайберген продолжает радовать почитателей его таланта новыми фото и видео из США. Вот что он написал – «Тишина на океане». Друзья, жители Лос-Анджелеса, конечно же, узнали берег моря на Санта-Моника-Бич. И без труда можно было бы встретить артиста у его дома с красивым заборчиком. Но дорогие США не беспокоят артиста и дают возможность ему отдохнуть душой и набраться вдохновения для новых песен. Впереди у Димаша много концертов и, прямо скажем, непростых. В Армении, а потом в Турции, в стране только что пережившиеся реметрясения. Итак, пожелаем артисту новых творческих побед! Димаш Кудайберген Друзья, прекрасная новость. Вы не поверите, но Димаш нашел чем нас занять аж до 10 марта. Скорее вставайте с дивана или офисного кресла. А пока разминайтесь, ставьте на прослушивание любимые треки Димаша, а я расскажу подробности. Итак, у почитателей творчества казахстанского певца Димаша Кудайбергена появилась прекрасная возможность не только увидеть его, но и выступить с ним на одной сцене. Что для этого надо сделать? Прежде всего, почитать его объявления о кастинге, размещенной на странице в социальной сети. Итак, читаем вместе. Вы считаете себя великолепным танцором? Ваше время пришло. Приглашаем танцоров в жанре хип-хоп и контемп-парари на шоу Димаша Кудайбергена Stranger World Tour. Для участия в кастинге выполните пошагово. Первое. Выберите любой трек Димаша и сделайте танцевальное видео максимально 60 секунд. Это вообще не проблема. Достаточно вспомнить любой танец дорогих на припати перед концертом и записать его на видео. То есть, уже видео готовы, только надо опубликовать. Второе. Что и говорится. Публикуйте это в своем инстаграм с хэштегом Тур Stranger Casting и текстом. Хочу победить в составе танцоров и стать частью шоу Stranger World Tour Димаша Кудайбергена. И конечно, не удалять пост до 10 марта. Все видео с хэштегом будут тщательно рассмотрены командой артиста. Танцоры, которые будут отобраны на первом этапе, будут проинформированы в директ и приглашены в финал конкурса. Давайте танцевать. Конец цитаты. Друзья, обратите внимание, что объявление размещено на международном английском языке. Мне кажется, таким образом Димаш дает возможность прочитать приглашение танцорам из всех стран. Конечно, может быть я ошибаюсь, но прежде всего хорошо бы дать возможность проявить себя сначала кому? Правильно, сначала казахстанским танцорам. Вы сами посудите, именно они выручили Димаша на концерте в Дубае, когда прежняя танцевальная группа не приехала на концерт. Новые танцоры могли быстро отрепетировать всю программу и успешно выступить с Димашем, чем продемонстрировали высокий профессиональный уровень. Звучит музыка. Однако вот в комментариях зрителей нашего канала, увидев сообщение в сообществе о новости о кастинге, высказали сомнение в том, что Димаш вот так просто не возьмет свою группу новых танцоров. Друзья, смею вас уверить, что у артиста большое сердце и он уже выступал с новичками, тем более фанатами. Напомним, что в России и в Санкт-Петербурге на сольном концерте с Димашем выступала индонезийская. Певица Ремар, которая ранее перепела песню Димаша «Любовь уставших лебедей», чем и привлекла внимание артиста. Вместе они спели песню «Незабываемый день». Некоторым, конечно, показалось, что она просто, мягко говоря, проорала все выступление, но не будем строго судить. Оно и понятно, девушка все-таки волновалась. Заметим, что после выступления в России ее карьера певческая пошла резко вверх. Друзья, вы не поверите, но уже появились первые заявки на кастинг и опубликованные видео. Посмотрите, сколько стараний и любви к творчеству Димаша в этих роликах. Итак, пожелаем Димашу до 10 марта набрать побольше талантливых танцоров в команду и всем претендентам пожелаем удачи в кастинге. Итак, встаем с дивана. Let's dance! Субтитры создавал DimaTorzok